Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья. Пишите ли о доктрине подписей? Нет? Тогда я вам расскажу. Это доктрина о том, что создатель подписал все растения для человека. И растения, напоминающие какую-нибудь часть тела, можно использовать для лечения заболеваний именно этой части тела. К примеру, грецкий орех напоминает по своей форме мозг. Помидоры сердца, виноград легкий, а морковь на срезе радужку глаза. Сельдерей, кости, и так можно продолжать до бесконечности. Теория интересная и стала популярна еще в 16 веке. На самом деле она популярна до сих пор. Многие народные целители и диетологи строят свое учение именно на ней. Хотя иногда яблоко – это всего лишь яблоко, а инжир – всего лишь инжир. Но речь не об этом. Просто благодаря этой доктрине целая группа мхов получила свое название печеночные мхи. И героиня сегодняшнего сюжета относится как раз к этому отделу. Речь сегодня пойдет о маршанце, заселяющей нашу планету миллионный лет. Скорее всего, это потомок первых водорослей, вышедших на сушу. Но для нас с вами это злостный сорняк, доставляющий множество проблем, причем как с ним бороться не всегда понятно. Чтобы понять, как от нее избавиться, давайте сначала разберемся, что это такое и какую опасность она для нас с вами представляет. Все на этой земле имеет свое предназначение и играет важную роль, и маршанце не является исключением. Она одна из первых заселяет территорию после сильных лесных пожаров. Здесь у нее нет конкурентов, и она в кратчайшие сроки покрывает большие территории. Это важно для предотвращения эрозии почвы, которая часто происходит после сильных пожаров, наносящих значительный ущерб окружающей среде. В дополнение к этому маршанце обновляет гумус, сгоревший почву, и со временем повышает ее плодородие до такой степени, что может возникнуть другая растительность. Как только почва более или менее восстановилась, маршанце не может конкурировать с другими растениями и постепенно уходит. Размножается маршанце двумя способами. Первое, как все мхи, это половое размножение. Маршанце – двухдомный печеночник, у нее есть мужские и женские экземпляры. Но помимо полового размножения у печеночников также есть бесполое размножение. Здесь специфические клетки отделяются от растения и начинают формировать вегетативные почки, называемые гемами. Эти гемы происходят из отдельных клеток и подвергаются множественным клеточным делениям. Они накапливаются в так называемой чашке брызг или чашке драгоценного камня. Эти чашки содержат около ста драгоценных камней. Когда вода брызгает на эти чашки, драгоценные камни катапультируются и из брызговиков попадают на землю. Затем они продолжают расти и становятся новыми растениями. Таким образом, в кратчайшие сроки маршанцы занимают большие территории. Эти энергичные и эффектные методы размножения помогают этим растениям быстро заселить участок земли после пожара. Вот почему так сложно избавиться от этих растений в наших садах. Почему я так долго останавливаюсь на этой теме? А просто не скажу, что нужно делать, чтобы маршанца раз и навсегда убралась с вашего участка. Я просто хочу, чтобы вы поняли. Если маршанца активно растет на вашем участке, это значит, что есть более глубокая проблема и бороться нужно с причиной, а не с последствиями. Если на вашем участке созданы хорошие условия, то она у вас долго не задержится. Но если у вас участки с первоуплотненной почвой и вы сыпите удобрения поверху, не заделывая их в грунт, то маршанца и будет чувствовать себя как в раю. Как бороться с этим злостным сорняком? Ну, все достаточно просто. Можно бороться механическим путем, аккуратно удаляя с поверхности почвы, или химическим. Но обычные гербициды и средства от мха на маршанцу не действуют. Нужен гербицид на основе уксусной кислоты, или просто 9% уксус. Только не надо поливать почву, используйте уксус как контактный гербицид. Налейте его в распылитель, опрыскивайте маршанцу. Таким образом, вы никак не повлияете на состав почвы и не затронете другие растения. Но чтобы маршанца не вернулась, нужно или замульчировать поверхность, или хотя бы изредка рыхлить вашу почву. Особенно после внесения в нее минеральных удобрений. И тогда вы забудете про этот сорняк навсегда.